Большой всем привет! Я сейчас сижу в кафе в своем. Мы тут вместе с Кристиной. Кристина сидит рядом тоже с телефоном. Вот. И балуемся с ней ягодками. Нас народу немного. Сейчас в кафе. Вот так. Я пью кофе. Вот еще где-то часок мы поработаем. Потом будем убираться. Мыть все. И так далее. Кристина вам машет лапкой. Так что у нас сегодня такой, знаете, спокойный денек среди недели. Вот. Такой у нас нет такого наплыва, потому что еще каникулы не начались. Вот в каникулы где-то в середине июля будет больше народу, конечно. Сейчас мы работаем с обеда только. Такая вот до где-то 18, 30, 19 часов. Потом убираемся и идем домой. То есть такая вот работа. Вот выходные. Очень было много у нас народу. И в прошлые выходные с четверга у нас была большая группа людей, мотоциклистов. клуб мотоциклистов у нас отдыхал. Четыре дня. И мы, конечно, тогда работали прям по 10 часов в день. Вот. А сейчас довольно-таки ненапряжно. Хотя, конечно, все равно ты не дома, ты на работе, да. И какие-то дела, может быть, не делаются дома для Ютуба. Вот я вот думаю, может быть, снимать здесь в кафе что-то с вами, о чем-то с вами разговаривать. Напишите в комментариях, хотите вы такие ролики или нет. Еду я уже нашу снимала. Даже не знаю, что еще можно снять. Здесь в кафе для вас людей особо, видите, я стараюсь. Сейчас смотрю, просто все сидят к нам спиной. Можно так немножко снять, но сейчас лица людей нельзя снимать. А я не знаю, как их, если вдруг я сняла кого-то, как потом это лицо, как на него наложить фон. Вообще, сейчас Ютуб мне прислал такое письмо, но он, наверное, всем блогерам прислал Ютуб такое письмо, что нельзя снимать людей. То есть, такой, знаете, конкретный запрет на то, что нельзя снимать людей без их разрешения. То есть, надо спросить сначала человека, даже если вы снимаете где-то на улице. Конечно, если вы так, вот в быстром, как-то так, просто где-то на улице снимаете, то это без проблем. Как бы мельком. А если вы конкретно держите камеру на кого-то направленную, так делать нельзя без разрешения. В общем, это не только мне такое письмо пришло, я думаю, всем блогерам с Ютуба. У нас сегодня такая погодка. Ну, то солнышко, то оно опять зайдет за тучки. Так, не поймешь. Не поймешь. Завтра с утра постараюсь снять какой-нибудь обзорчик покупок. Не знаю, посмотрю, как будет время на фарфор. У меня будет время или текстиль сниму, или у меня есть еще коробка швейная, которую я купила. Может быть, вы помните, как-то в одном из роликов я показывала. Может быть, разберем с вами коробку. вот такие вот дела. Ага, вот я сделала сейчас только что еду. Хотела показать вам. Вот. Ой. И примерно вот такой вот у нас чек. Сейчас покажу вам. Би ахтензипцис! Люди заказали еду, питье и вот такая на два человека. Такая вот ценовая карточка. Это следующий заказ на четыре человека. Одно и то же. Кюри. Кюри ворст. Ворст. Такая колбаса жареная во фритюре. И картошка фри. Ну и салатик. Небольшой. Вот сейчас буду выдавать. А вот еще один заказ. Это картошка фри. Большая порция. Огромная такая прямо. И шницель с картошкой фри. С лимончиком. Очень даже хорошая еда. Для мужиков два мужчины заказали. Один просто картошку, а один картошку с шницелем и салатиком. Велосипедисты. Им нужна энергия. Так что такая вот еда. Ну и еще знаете, майонез, кетчуп, картошки. Что захотят. Когда возвращают такие тарелки, я счастлива. Значит, я все делаю правильно. Так. Сюда в мойку. Мусор в мусор. Все. Буду мыть посуду. Затем тарелки отправляются вот в такую специальную посудомоечную машину. Профессиональную. Она разогревается до 80 градусов. Потом тарелочки выходят оттуда чистенькие. Но они такие горячие-горячие. И вот эти капли, которые еще на них есть, даже держать невозможно. Такие горячие. Вот эти капли, которые еще остаются, они потом высыхают буквально за пару минут. И можно ставить в шкаф. Тяжелые. Вот эти вот, знаете, вот эти подносы. Я тягаю туда-сюда. Они очень тяжелые. Но что делать? Я уже пришла домой после работы. Сейчас буду готовить ужин. И хотела сначала с вами, все время забываю, хотела с вами поделиться лайфхаком. Как говорится, как ловить вот этих вот несносных мушек, которые появляются в летний сезон, когда мы едим ягоды, фрукты, может быть, где-то остаются остатки и эти мушки, дрозофилы, хочется сказать, дрозофилы, постоянно хочется так сказать, не дают нам жизни на кухне. Вот, смотрите, что делаете. Берете стакан или банку, закрываете пленкой обычной пищевой плотно и втыкаете в соломинку для коктейля таким резким движением. можно чуть-чуть сначала зубочисткой наметить дырочку и потом втыкаете в зубочистку. Но главное, чтобы эта пленка очень плотно прилегала вокруг трубочки, чтобы не было дырки. Вот. И здесь трубочка должна не утыкаться в дно, а должно быть расстояние. Ну, чтобы мушки, когда будут залетать на запах, в стакан надо положить остатки, ну, те, что привлекают. Какие-то остатки фруктов, вот у меня косточки и одна гнилая вишня, черешня. То есть надо положить какие-то фруктовые остатки или налить немного сиропа, вина красного. В общем, чего-то, что привлекает этих мушек. И что будет происходить? Они будут заползать в трубочку, спускаться вниз, а обратно они дорогу уже не найдут. Редкая, умная мушка может оттуда выбраться. Вот, смотрите, у меня вчера был пустой стакан, а сегодня, смотрите, какой улов. Вот, я сейчас пойду, далеко-далеко от дома отойду и их оттуда выпущу. Вот, видите, в доме у меня уже никто не летает. Вот, вчера прямо тут все было облеплено, у меня все было облеплено этими мушками, прямо они тут сидели-сидели-сидели везде. И сейчас никого нету. Так что идеальный способ для меня, по крайней мере. Вот их сколько там много, все они на пленке там ползают, видите, целая куча. здесь сделала желе, сегодня утром делала, сейчас оно остыло, залила в стаканчике желе лимонное. Мы с Кристиной что-то так давно не ели желе, очень любим этот десерт. Только мы с ней в доме это любим, мужики у нас не любят. Вот, сделали для себя. завтра утром за завтраком полакомимся, гуляем. У нас вечерняя прогулка, все в сборе. Феликс, Феликс, пожалуйста, пройдитесь, покажитесь, покажитесь моим зрителям. Это мы сейчас около кафе. Белка, Муся, все тут, все в сборе. жалко, что темно. Хвостик. Буся пошла. Феликс, кс-кс-кс-кс, иди сюда, котя. Иди сюда, котя, глаза сты. Вот он, котик. Буся там свои коготки точит. Опенек. Вот она. Ой, ночью так все интересно, все выглядит все по-другому. Феликс решил посмотреть, что же там делает Муся. А Муся вскочила на пенек. Мусенька. Белка. Белку не видно. Муся, ты у нас самая подающая надежды актриса сегодня. Муся, 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 Муся. Муська. Мусь, Муся, Муся, Муся. Кто там? Кто там? Ну ладно, мы пойдем дальше гулять. Увидимся с вами завтра. Лягушачий концерт А вот уже следующее утро. Время летит на ютубе. Иду нести курам опять остатки из кафе, из дома. И взяла коробочку для яиц. Вот так вот. А Феликс вокруг меня оглаживает меня. Да. Ну что, Белка, пойдем дальше? Ну что вы тут делаете? Как у вас дела? Все бегут мне навстречу. тихо, тихо, спокойно. Спокойно. Спокойствие, только спокойствие. Да. Феликс тоже тут. И Феликс красавчик тоже тут. Ух ты, красавчик мой. Ух ты, мой хороший котя. Да ты мой хороший котишка. Ты котишка такой. Ты котишка. Котика. Котика ты. Котика красавчик. Подружку нашла. Белка не знает, что с ней делать, с такой маленькой. Там еще одна собачка. Там еще одна собачка. Да. Белка интересует собачку побольше. Ирис у меня в саду. Зацветает. В прошлом году была одна веточка, по-моему, с цветами. А в этом году уже три. Такой красивый. Вот там еще, даже маленькая еще веточка растет. Красота. У нас уже дело к вечеру. Уже в следующем ролике покажу вам свой сад, что у меня растет. Вернее, огород. Если честно, у меня за время моей работы все взросло сорняками. И пока нет у меня не то, что времени, как время у меня есть, вроде как по вечерам, да, свободное, по утрам. Но я такая уставшая, что я могу только сидеть с чашкой кофе. И двигаться совершенно не могу. Вы по утрам, знаете, очень жарко полоть сорняки, а вечером сил вообще никаких нет. Просто так, знаете, на последнем дыхании до дома доползти, и все, плюхнуться в кресло. Поэтому огород, конечно, мой заросший, но все равно покажу. Но не сегодня уже. Так что, такие дела. Желаю вам всем хорошего настроения, счастья, здоровья, любви, и до новых встреч в моих роликах. Пока-пока.